Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы будем вместе с вами обсуждать трудные места Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Всегда ли Иисус говорил народу притчами? Мы будем отталкиваться от текста Евангелия от Матфея 13.34 с акцентом на пятую по седьмую главу Евангелия от Матфея. Я прочитаю Евангелие от Матфея 13 глава 34-35. «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется реченное через пророка, который говорит, отверзу в притчах уста мои из реку сокровенное от создания мира». Ну и, естественно, возникает вопрос, всегда ли Христос говорил только притчами? Ну, очевидно, что нет. Например, Нагорная проповедь Иисуса Христа, Евангелие от Матфея с пятого по седьмую главу, не содержит в себе ни единой притчи. Это прямое наставление вере. Как нам разрешить вот эту сложность? Во-первых, надо обратить внимание на то, что Христос говорил народу притчами, не ученикам. Ученикам он чаще объяснял притчи, раскрывая их внутренний смысл. А Нагорная проповедь предназначалась для учеников. Давайте вспомним, с чего она начинается. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и вот только тогда, когда приступили к нему ученики его, и он, отверзший уста свои, учил и говоря». Это Матфея 1, 2. Ну и третье предположение. Христос мог говорить притчами до определенного времени, когда не наступило время исполнения того, что он пресокровенно заявлял в притчах. И это как бы все ставит на свои места. Сам жанр притч, он был известен с древних времен. Еще царь Соломон оставил книгу «Притч». Притчи мы обнаруживаем в разных местах Ветхого Завета, Нового Завета. Это такой устойчивый жанр, агодический жанр, когда рассказывают некие медроши, истории, и надо понять скрытый смысл, скрытое значение этих медрошей. И до сих пор в еврейском народе существуют сборники медрошей, где собираются вот такие примеры, образные рассуждения, когда под видом людей выступают даже животные, как в баснях, например, Крылова, Изопа. Он использовал такие отвлеченные образы, чтобы заставить задуматься и самих людей. А Христос, конечно, использовал разные жанры своей проповеди. В его проповедях мы обнаруживаем пророческие предсказания о будущем. В его проповедях мы созерцаем тайны будущего, например, тайну страшного суда, что там будет происходить на самом деле. И, конечно же, вот эти красивейшие притчи Христа, каждая из которых притч – это как некая драгоценная жемчужина. Причем, чтобы нам понять, почему именно простому народу он это рассказывал, здесь надо обратить внимание на то, что когда люди слушают проповедь, они чаще запоминают какой-то пример, какой-то рассказ из проповеди, какую-то притчу, более детально ее запоминают, чем нежели какой-то призыв, какое-то нравственно-моральное обличение или научение. Поэтому можно предположить, что Христос рассказывал притчи, как бы бросая семена через эти образы притч в сердца слушателей. А апостолы, которые от Христа получали разъяснение этих притч, они потом, когда проповедовали этим же людям, разъясняли значение его слов. Иногда проповедь Евангелия принимает даже формы безумия, то, что называется «юродство Христа ради». И те люди, которые юродствовали, на самом деле они были не душевно больны, они были совершенно здоровы, но они понимали, что то общество, в котором они живут, совершенно больное духовно. И открытым призывом к нравственности и морали ничего не добьешься. А вот какую-нибудь притчу рассказать, какое-нибудь символическое действие совершить, вот это могло людей заставить задуматься. Как однажды был случай, один царь приехал в город, чтобы сжечь этот город, уничтожить, но он слышал, что там великие юродивы, и он пошел к нему взять благословение. Заходит в келью к этому юродивому, а было время великого поста, а юродивый мясо ест прям, кровавые куски. И царь спрашивает, «Так пост же!» А юродив ему кусок бросает в лицо. «На, кушай!» «Так пост же!» – говорит царь. А юродивый ему говорит, «А сюда зачем приехал?» А он приехал наказать этот город, и царь устыдился через этот пример и уехал. И все горожане до смерти и после смерти почитали этого юродивого, который спас их от царского гнева. Таким образом, безумие проповеди иногда дает более значимый результат, чем нежели какое-то открытое, такое нравственное, назидательное убеждение. Поэтому притчи Христа, они и произносились, и адресатом их был простой народ. Это как бы задел на перспективу, чтобы потом, когда они услышат открытую проповедь Евангелия, они бы распознали и эти образы, и прообразы. Подписывайтесь на библейский портал «Экзогет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!